Шаббат Здравствуйте, я Питер Цукахира, и на этом занятии мы с вами рассмотрим вопрос, каково значение шаббата? Шаббат был одним из наиболее важных даров, которые Бог дал нации и народу Израиля Это одна из его десяти заповедей, и это часть закона, данного Израилю через пророка Моисея на горе Синай Даже сегодня религиозные евреи считают субботу одним из наиболее важных праздников и отмечают его каждую неделю Давайте посмотрим на заповедь, данную Богом через пророка Моисея на роду Израиля Ее можно найти в начале 8 стиха 20 главы и далее Помни день субботни, чтобы светить его Шесть дней работай и делай всякие дела твои А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему Не делай вон и день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его Итак, в соответствии с Божьим законом, один день в неделю должен быть особенным для Бога Это означает, он должен быть отделен и, заповедовано в этот день, не совершать работу Это должен быть день полного покоя Как нам исполнять эту заповедь, не впадая в законничество Как удержаться от того, чтобы она стала правилом, которое обрежет нашу свободу и перекроет доступ Духу Святому в нашу жизнь Давайте посмотрим на то, что апостол Павел написал нам о разнице буквы и Духа Божьих заповедей Откройте со мной 2 Коринфянам 3 стих до 6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета Не буквы, но Духа Потому что буква убивает, а Дух животворит Здесь апостол Павел говорит о важности понимания разницы между буквой Божьих заповедей и их Духом Это разница между смертью и жизнью Как нам понять Дух этой важной заповеди? Заповеди соблюдать Шаббат Господень В принципе, в Новом Завете есть послание, написанное мессианским иудеям к мессианским иудеям, последователям Ешо, спустя несколько лет после его служения на земле Это послание евреям Оно признано частью богодухновенных писаний, которые мы называем Новым Заветом В этом письме автор делает сильное заявление о послушании Духу Или о смысле, о замысле Шаббата Откройте со мной послание евреям, глава 3, и мы начнем читать с 7 стиха В этих стихах автор цитирует вдохновенный Псалом, Псалом 95 И затем, отталкиваясь от него, автор выстраивает сильное учение о Шаббате Прочтите со мной с 7 стиха «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои сорок лет? «Посему я вознегодовал на он и род, и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой» Автор послания к евреям отмечает, что речь идет о детях Израиля «Во дни, когда Моисей вел их, когда они были на горе Синай, они слышали громы с небес Они видели Моисея, спускающегося с горы, с каменными скрижалями, писанными перстом самого Бога В течение их жизни Моисей провел их через пустыню Если есть вообще какое-либо поколение израильтян, которое слушалось Бога, то это было именно то поколение Но дело в том, что даже обладая законом, с живым Моисеем рядом, они так и не смогли войти в покой Божий Пожалуйста, посмотрите на 12 стих Вот что говорит соотечественникам автор новозаветнего послания евреям «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом» Он говорит им, мы должны войти в дух этих законов, и нам нужно воодушевлять друг друга Не ждите, что придет некий день в будущем, чтобы соблюдать законы Бога Этот день сегодня, сегодня тот день, когда мы должны услышать голос Божий и отозваться на Него Он подчеркивает это в 19 стихе Итак, видим, что они не могли войти за неверие Вот в чем на самом деле вопрос, что удерживает детей Израиля войти в шаббат, который им заповедан Этот дар, который был дан Израилю, этот день покоя То, что удерживало их от полноты нахождения в этом, просто отсутствие веры Почему вера становится так важна, когда касается дела исполнения заповедей дня покоя? Потому что настоящий покой – это покой глубоко в нашем сердце, а не просто отдых вашего тела А ваш дух, ваше сердце могут найти покой, когда вы знаете, что Бог наблюдает за вами Как любящий отец, что Он способен производить любую работу, и Он будет заботиться о всем, что приходит в это время И о всех обстоятельствах вокруг вас Когда вы верите, что Бог там, и Он защищает, ведет и направляет вас Вот что-то глубоко внутри вас на самом деле успокаивается Для некоторых из нас вообще впервые в жизни Это внутренний покой, это покой, который Бог вложил глубоко в наши сердца И это то, на что вдохновляет автор послания к евреям, мессианских верующих своего поколения Что веры и доверия Богу должно быть достаточно для того, чтобы войти в покой Божий И он продолжает в следующей, четвертой главе послания евреям, взгляните на стих 9 и дальше Посему для народа Божия еще остается субботство Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих Итак, постарайтесь войти в покой Оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность Он выходит за пределы просто одного определенного дня недели, периода в 24 часа Покой продолжает быть внутри наших сердец, который входит с верой Он вдохновляет верующих входить в тот покой через веру, даже когда этот день называется сегодня И это продемонстрировал Ешо через свою земную жизнь Он учил в духе закона и пребывал в этом 24 часа 7 дней в неделю Когда речь заходит о дне субботы, давайте помнить, что Ешо был тоже там, когда заповеди были дарованы Моисею для Израиля Из нашей Библии мы знаем, что Ешо не сотворенное существо Он вечно с Отцом Он есть Сын Вечный, Который всегда един с Отцом А потому Он не был далеко от закона Божьего Он был там, когда закон был дан Некоторые даже могут утверждать, что именно через Него эти заповеди и были дарованы Моисею в первую очередь Так что, когда Ешо пришел на землю и служил здесь, среди нас Нарушил ли он закон Бога или поднял его на новый уровень? Есть два примера в Новом Завете, которые я хотел бы привести в качестве иллюстрации того, что Ешо поднял закон Божий на новый уровень свободы, на совершенный уровень Откройте со мной Иоанна, пятую главу В пятой главе Иоанна описывается путешествие Ешо в место, называемое купальней Вефезда В те дни считалось, что если больной сможет зайти в воду в этой купальне в определенный момент времени, то он исцелится И когда Ешо приходит туда, он встречает человека, коллегу, парализованного и лежащего около купальни, вот уже на протяжении сорока лет У него просто не было возможности дойти до воды в нужный момент времени, когда бы это ни происходило И вот, на протяжении всего этого времени он так и не был исцелен Посмотрите на пятую главу Иоанна, пятый и шестой стихи Тот был человек, находившийся в болезни 38 лет Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время Говорит ему, хочешь ли быть здоров? И этот человек подтвердил, что он всем сердцем этого и хочет Тогда Ешо говорит ему, посмотрите на стих восьмой Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел Было же это в день субботний Посему иудеи говорили исцеленному Сегодня суббота Не должен тебе брать постели Теперь послушайте Поскольку этот человек был парализованный и лежал там 38 лет Конечно же, многие в Иерусалиме знали его Очевидно, религиозные лидеры того времени И имя его тоже знали Но когда вдруг, после всего этого времени, они увидели его ходящим Они не сказали тут же в радости Бог сотворил чудо, какое чудесное происшествие Они сказали ему Тебе не разрешается нести свою постель Потому что нам в шаббат запрещено носить какой-либо груз Вы видите, как вера в букву закона лишила их возможности возрадоваться с этим человеком Их свобода была ограничена, и они лишились доступа к Святому Духу Который мог бы дать им покой и позволил бы им войти в Божью радость От чудесного исцеления этого человека Давайте посмотрим на еще один пример Откройте со мной Матфея 12 главу с 9 стиха И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их И вот там был человек, имеющий сухую руку И спросил Иисуса, чтобы обвинить его Можно ли исцелять в субботу? Он же сказал им Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее? И не вытащит ее? Сколько же лучше человек, овцы? Итак, можно в субботы делать добро? Тогда говори человеку тому, протяни руку твою И он протянул, и стала она здорова, как другая Ишуа сознательно выбрал шаббат И он сознательно выбрал синагогу, чтобы сотворить это чудесное исцеление И, делая это, он демонстрирует, в чем дух шаббата Каково намерение и замысел, ради чего Бог дает закон через Моисея, Израилю, в первую очередь? Конечно же, Божий замысел в том, чтобы даровать покой, восстановление, обновление и да, исцеление народу Божьему Чтобы мы были достаточно сильны, достаточно приспособлены И могли идти на следующий день, исполнять те требования, ту работу, которая будет расширять Его Царство И являть Его свет другим народам Это дух шаббата, и он противостоит букве закона Давайте подведем итог Шаббат – это одна из наиболее важных заповедей Бога народу Израиля Данная через Моисея на горе Синай Это одна из десяти заповедей Это закон, который повелевает нам отделить один день и посвятить его Богу, не делая никакую работу Но стоит ли буквально понимать это и следовать этому закону буквально? Стоит ли нам создать законническую систему из него? Или же он поднят Богом на новый уровень, который приносит жизнь и силу исцеления в нашей жизни? Павел пишет о разнице между буквой, которая убивает, и духом, который животворит И Ешоа не только учит об этом, но и демонстрирует это каждым днем своей жизни и своего служения Каждый день мы видим, как Ешоа берет закон Божий и поднимает его от буквы к духу Духу, который дает жизнь Это было уроком Божьим для народа Израиля во дни Ешоа Но также это урок и вдохновение для каждого из нас сегодня Ходить в духе Божьих законов и обрести в них жизнь Переведено и озвучено студией Oasis Media Наш сайт oasismedia.tv